Зернышки мои, привет! Вы на канале Антона и Наталья Карнышова. Это вступительное видео. Я дам несколько комментариев, прежде чем вы начните смотреть основной выпуск. Мы побывали в городе Всеволжске. Это большой достаточно хлебный бизнес, который называется Хлебник. У них есть большой цех, их даже несколько. Вы увидите два разных цеха 750 метров и 650 метров. Вы увидите одну из розничных точек, а у ребят их несколько десятков. Это хороший пример того, как хлебный бизнес, при каких условиях хлебный бизнес может быть положительным в финансовом точке зрения, когда он может быть прибыльный. Поэтому очень внимательно слушайте Александра. Не сильно обращайте внимание на качество видео, потому что неожиданно для нас мы готовились к интервью, а оказалось, что мы очень много ходили с камерой, которая не имеет стабилизатора. Стабилизатора у нас пока нет. И кое-где мы не возим с собой какого-то звуковика, все настраиваем сами. Кое-где у нас были провалы со звуком. Но, пожалуйста, не обращайте на это внимания. Фокусируйтесь на слова, которые говорит Александр. Этот человек очень открыто рассказал про бизнес, рассказал вообще, что показал, что как они делают. Я думаю, что для тех людей, кто собирается открывать большие производства, большие хлебные производства, это отличное видео, как пример того, какие ошибки не стоит допускать в будущем. Поэтому смотрите видео, комментируйте, если у вас остались какие-то вопросы. Возможно, Саша придет и в комментариях потом ответит лично вам. Ну и, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и чтобы не пропустить следующее видео. А оно уже монтируется. Скоро на канале. Скоро на канале. Чесали. Чесались. И наш, по сути, руководитель, он просто меня в дверь пустил, говорит, делай, что хочешь. Здесь, по сути, начинается наше первое производство. То есть, вот, это точки наши, которые существуют, адреса. И здесь идет, как бы, комплектация расходных материалов. То есть, вот там вот у нас сухой склад. Ну, в основном, кондитерские компоненты. Склад муки. Мы работаем на семи видах муки. Это классическая высший сорт кировской мельницы. Рожаная обдирная. Рожаная цельнозерновая. Рожаная сейная у нас берется вот для одного вида хлеба. Я расскажу историю. У меня есть очень крутой опыт. Может быть, читали его у меня. Потом пшеничная цельнозерновая. Гречневая. И какая-то еще у нас есть мука. Да. Ну, вы в основном работаете, я так понял, на мельнице Кирова. Мельнице Кирова. Хотя у них вот два года не было никаких сбоев. Сейчас был сбой. Я им звонил, они говорят, ничего нет. Но я же понимаю, что зерно смололи, что-то намололи. То есть, у нас это отразилось на слойке и на обычном батоне. То есть, на двух всего лишь хлебах. Вот именно такое падение качества было. Не знаю, почему на двух. То есть, ну, вышку мы просеиваем. Остальное, естественно, мы не просеиваем. Два вида солода у нас. Мы очень много используем ржаного ферментированного солода. Я сейчас покажу. Мы его варим на сэмзе. И белый солод у нас идет всего лишь в один хлеб, как и сеянная мука. Я, в принципе, могу здесь историю хлеба рассказать. То есть, где-то три года назад я работал с одним пиццером из Латвии. И он мне, он услышал, что я хлебом хочу заниматься. Он говорит, слушай, у меня есть очень крутая история. Я ездил к одному дедушке в деревню, жил у него. Мы пекли такой хлеб, что он говорит, если такой хлеб здесь печь, можно только им таковать двумя видами этого хлеба. Я думаю, ну, классно, все. Как бы на этом закончилось. Потом я уже попал в хлебник. Я понимаю, нужно, короче, съездить туда. Потому что, ну... В Латвии, да, туда? Да, В Латвии, если сейчас не съезжу, то никогда не съезжу. Я звоню этому Сергею Пиццеру. Он говорит, да, конечно, я тебе дам телефон. Дает мне телефон этого Яниса. Я ему звоню и объясняю. Я такой, там Александр, я занимаюсь хлебопечением. Мне сказали, что вы печете очень классный хлеб. Я говорю, я хочу научиться. Научите? Он такой, да, приезжай. И я опять забиваю на это. Через полгода думаю, если не съезжу, то точно никогда не съезжу. Опять я ему звоню. Мы быстро собираемся с семьей. Я, жена и дочка. И едем не пойми куда, потому что на карте было не найти этот населенный полон. В итоге мы приезжаем к такое место. Палсманы называется. Он у нас там... Я ему звоню. Он говорит, еще куда-то проехать. Мы просто приезжаем на хутор. Хутор называется Вилла Скуки, по-моему. Это трехглавый дракон. То есть, там три дома, и все, номеров домов ничего нету. Вообще ничего. Просто вот и темнота. Олени бегают. Мы, значит, приезжаем к дому, где окна светятся. Оттуда выходит такой дедушка аутентичный в пуховике в шапке и босиком. Конец октября. Да, и вот я прожил у него три дня в этом доме. Это был просто нереальный опыт, бесценный. Он меня научил печь хлеб, который у нас продается. Маткулес называется. В оригинале он называется Маткулес Салцкапе. Это ржаной 100% хлеб, кисло-сладкий. Вот он на ржаной сеянной муке делает. То есть, я полностью технологию... Ну, я не скажу, что ее прям полностью перенял, потому что они в катках делают. То есть, мы за варку своей закваской оквашиваем. Ну, то есть, смысл и вкус. И мы его сделали формовым. Смысл и вкус как бы я оставил. То есть, вот я такую традицию, и у нас всего лишь буханочка 50 рублей стоит этого хлеба. Слушай, да, интересно будет попробовать, конечно. Ну, это, наверное, такая моя гордость, этот хлеб. Ну, от 150 до 200 буханок в день на свою сеть делаем. То есть, многие не верят, что этот хлеб такой настоящий. Но когда я рассказываю истории людям, то есть, я спускаюсь в розницу, там люди выбирают хлеб, я всегда с ними в разговор вступаю. И всегда помогаю с выбором, и они никогда без хлеба не уходят. Ну, потому что сейчас не так просто, сами знаете, хлеб найти. Именно в масштабных каких-то проектах качественный хлеб. То есть, в основном все преследуют, чтобы была быстрая прибыль, и поэтому не хотят как бы технологиями пользоваться. Мы все-таки пошли по другому, более сложному пути. Но результаты есть, скажу вот так вот. То есть, не колоссальные, но они есть. Расскажи, вот ты зашел в этот проект, ты такой замотивированный, потому что ты как бы партнер, или ты чисто бренд-шеф? Я вообще и директор производства. А, и директор производства. Да, то есть, всю команду с нуля, у нас 180 человек. То есть, я набирал ее, кого-то увольняли, кого-то меняли. У меня до этого абсолютно не было опыта, вообще никакого. То есть, все я получал здесь. Колоссальный, просто огромный, бесценный опыт, которому невозможно... Просто никто тебя не придет, такому и не научит. Это за 3 года, да, получается? Да, за 3 года. Ты собрал команду 180 человек. Где-то она была меньше 30 человек изначально, когда я пришел. То есть, хлебник в жестких минусах было, по-моему, 7 точек, сейчас почти 40. То есть, вот в конце января уже где-то под 45 будет. То есть, они сейчас вот должны открыться, перед Новым годом не успели. Вот. И, ну да, вот таким вот я и занялся. И, по сути, всю слойку я ставил. Я ее по интернету научился делать. То есть, я по интернету вот этот круассан искал способ, как сделать. Спрашивал там у кого-то что-то. Точно так же и хлеб. То есть, я просто... У меня есть опыт из брейг-данса, такой, как бы это, опять же, смешно не казалось. То есть, я импровизирую. Чистое творчество. Я к этому отношусь как к творчеству. Ты разрешаешь себе делать ошибки? У нас... Я не то, что разрешаю. Когда у нас люди приходят, тестоделы или пикаря, я говорю, косячьте. То есть, вот так вот. У нас есть просто такая еще кооперативная культура, за счет чего все держится. Я научил людей не бояться. То есть, у нас нет штрафов вообще на производстве. Мы никогда не штрафуем людей. Это бесполезная просто мера. Но когда мы их выводили, это была дикость. Потому что еще директор производства был другой. И они просто это как... Так как памс была, упами как бы. Как так можно добиться? Да, как так можно. Как людей не наказывать. А мы добились такого, что у нас люди уважают друг друга. Они любят свою работу. Они ходят сюда с удовольствием. Они не хотят подставить меня и сделать, допустим, партию какого-то хлеба закосячить. То есть, они не заинтересованы в этом. Вот в этом, на мой взгляд, в отношении ключ и есть. В отношении к людям. Я еще, ну, я перезадам еще раз вопрос. Он очень важен для многих, которые там будут, хотят на тебя быть похожим. Потому что многие хотят печь, многие хотят открывать хлебные проекты. Даже ищут инвесторов. Вот. Но важно то, вот такая мотивация и такая вовлеченность твоя. Она только на зарплате? Или важно, вот для тех, кто будет смотреть, важно все-таки быть частью, там, какой-то процент иметь? То есть, вот на чем строится эта мотивация? Сначала мотивации не было. То есть, была зарплата, был просто оклад. А, начали просто зарплату, да? Была зарплата, был оклад, но по сути мотивация у меня появилась меньше года назад. То есть, да, я как, можешь сказать, вот еще через какое-то время я стану партнером. Получается, полтора, ну, там, два года ты отхерачил просто на энтузиазме. Просто на энтузиазме, да? Да, только потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. А вы сами знаете, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, тебе вообще на все просто плевать. Ты просто делаешь свое дело и получаешь от этого удовольствие. Я считаю, что это вообще самое важное. То есть, бессмысленно заниматься тем, что, как бы, тебе не нравится. Абсолютно бессмысленно. К сожалению, это не всегда просто осуществить в наших реалиях, но вопрос весь желание. В основном шинкует, режут холодный цепь, то есть, на начинке, на начинками, не знаю, тепловая проблака. То есть, тут же у нас на начинке для пирогов все, то, что давно тепловое проблако проходить. То есть, это как один из блоков. Мы просеиваем, как их, не знаю, короба вот такие. И уже по цехам она расходится. Ну и как это составляет с литровой? 150. Да, ну у нас два таких, но мы один на слойку отдали. Потому что смысл в том, что когда сменные дежи, это, ну, просто находка. То есть, это максимальную просто производительность дает, когда сменные дежи. Поэтому это вот чиабатта у нас сейчас, мы ее частично замораживаем на каких-то точках. Частично свежую отправляем. То есть, она до ночи будет стоять и потом в ящиках будет бродить. Шут. Классические. А, получается? Вы просто, вы не называете, не пользуетесь, да, словом тортина, насколько я знаю? Мне иногда его приходится говорить, потому что иногда люди уже не понимают, какой хлеб. Потому что для меня это просто подовый... Подовый или хлеб на закваске? Да, подовый хлеб на закваске с высокой влажностью, да. Это уже country, это по технологии тортина этот хлеб сделал, но рецептура авторская. То есть, он идет, тут 50 на 50 цельнозерновая, ржаная мука с пшеничкой, с вышкой идет. И семена льна, и вот на Сэмзи мы варим солод ржаной. У нас его огромное количество проходит, то есть, они параллельно делаются. На Новый год мы не справились с заказом этих хлебов, потому что под них нужно было бы еще на 200 тысяч корзинок купить. А, то есть, это все в корзинках, да, получается, и не в холодильнике? Конечно, у нас ГВА, камера Мивия. Ну, сейчас покажу, да. Ну, ферментаторы, я думаю, в принципе, все понятно. В одном у нас жаная закваска живет, в другом пшеничная. То есть, мы ее уже не меняли два года. Классный поклон, да. Да-да-да, вещь шикарная. Сколько один такой стоит? Слушайте, я пришел, они уже стояли, но, мне кажется, вроде новый, я думаю, миллиона под два стоит. Что-то такое. Ну, вот, да, ну, я, по-моему, предмал, их покупали сюда бурушные. И, вот, в семнадцатом году платили, чтобы вам не соврать, что-то вот у меня миллион крутится, что-то такое. То есть, сейчас, наверное, новый, они сами 16-го года. То есть... У меня тоже в голове вот та цифра, которая была, это 40-го. Да, 40-го. Мы, по сути, ставим опары, заварку еще на маткуле сделаем вручную, то есть в тестомесе делаем. Завариваем тмин, солод неферментированный и муку-ужаную сиреную. Она стоит и сливает, потом в 12 часов вносим закваску, до 10 утра до следующего бродят, и потом ставим они тесто. Как думаешь, что можно вообще без ферментатора справиться на большом производстве? На сколько большом? Ну, там, не знаю, 2-3 тысячи в день буханок. Да? 2-3 тысячи, если не будете расти, да, можно. Сейчас же есть ферментатор абат. Я имею в виду без ферментатора, просто за счет того контроля температуры. Ну, вот у нас, допустим, да, у нас есть такие проблемы вот с этими хлебами заквасочными. Нам пришлось, ну, ребята, в принципе, сами уже умеют, но нужно корректировать все время рецептуру от времени года. То есть именно процесс брожения. То есть раньше, когда мы их начинали, у нас тесто мы градусник вставляем. Если оно у нас холодное, мы в горячей церкви. Если оно у нас теплое, мы его охлаждаем. И то есть раньше вот так. Но сейчас они уже умеют чувствовать тесто, поэтому не такие проблемы. Но вот мы, будем пользоваться словом тартин, тартин мы, недавно у нас когда холода начались, он маленький стал. И мы одну попробуем. Я видел, кстати, комментарии в инстаграме тебе написали, почему вес умели... Он просто не раскрылся до конца, не добродел. Ему не хватило, слишком медленно закваска будет. То есть мы его перед холодным брожением просто оставляли около печи, эти корзинки на 2 часа и потом в холодное брожение. Чтобы он догонял, да. И вот, кстати, как мы обычно 3 часа открываемся до января, и мы обычно не открывались без тартиного текантря. В этом году кто-то из ребят предложил, мы его сделали 30-го числа. Мы 30-го числа его сделали, загнали в Гавайи и спекли только 2-го числа через 4 дня. А в смысле, в более низкую температуру получили? Ну да, в камеру холодного брожения мы загнали. А? Нет, что самое крутое, я его вот сейчас уже ем второй день, получается, да, сегодня четвертая. Да, я его второй день ем, и он очень круто разрыхлился, что мне понравилось. Он стал более плоским, да, но у него текстура интереснее стала. И он, я заметил, что он дольше сохранил свежесть свое. То есть я хлеб в полиэтилене не храню, я в ткани храню, и он был даже на второй день просто с хрустящей корочкой. А скажи, пожалуйста, там вы муку, заморачиваешься какой белок в этой муке? Нет. То есть это, если стандарт, это 10,3 примерно, да? Ну, наверное, да. Не заморачиваешься, Игорь, беру стабильно, 14, не парюсь. Нет, мы берем вот этот вот кировский мельниц, я вам сейчас расскажу. У кировских мельниц есть мука специально для кавасанов, есть мука для элитных сортов хлеба, прям написано на мешках. Мы все делаем из... Вот, возможно, она как раз и с повышенным содержанием белка, это как раз можно посмотреть. Для элитных сортов хлеба, для кавасанов, да, она, естественно, с повышенным содержанием белка. Но я был забавником, а не устраивал мастер-класс бешама, и он сказал, работайте всегда на локальной муке, даже не парьтесь. И я не парюсь с этого момента. То есть, вот, я уже муку не менял два с половиной года. Это круто, да. То есть, ну, людям, я думаю, вы сами знаете, людям кликать, какие поры в хлебе, им нужен вкусный хлеб. Часто даже на большие поры слишком жалуются. Да, мне предъявляли, что типа... Очень пустой хлеб, очень пустой. Чаобат, на Чаобату у нас, да, ребят, жаловались, что мы Чаобату, типа у нас... Чего вы нам пустую Чаобату продаете? Ну, это вот типично, да. То есть, она некачественная, на муке малая машина. Да, да, да. Да, вы экономите на муке, вы хотите... Но, видите, это, к сожалению, всего лишь, я думаю, вы абсолютно с этим согласитесь, и понимаете, это не знание всего лишь, не владение... То есть, у нас нету культуры, хлебной культуры. Культура. Но мы научим людей, почему надо? Да, и тут как раз то, чем мы пытаемся заниматься, вот это повышать культуру потребления хлеба. И в целом, да, и... Я очень поддерживаю, прям класс. Как думаешь, сколько примерно общий цикл приготовления, ну, тартинов у тебя уходит? Ну, у меня больше не уходит, но нам просто так удобно. И получается, вот опять мы приходим к тому, что можно делать на закваске, можно делать большой объем, это 2 дня, но если ты делаешь это в цикл, то есть, ты каждый день можешь делать свежий хлеб. Знаете, тут можно, можно. Знаете, в чем была сложность? Это людей, которые никакого отношения не имеют к хлебопечению, научить это делать. То есть, у нас, видите, ну, во многих точках, да, пекарь ставит тесто, он же следит за ферментацией, он же предформовка, формовка, растойка, и он же печет. У нас все это разные бригады делают. То есть, вот там вот мы сейчас пойдем, там формовка у нас, и, ну, вы представляете, девочек, которые никогда, ну, то есть, они максимум катали шарики, да, научить вот это скрипком работать. То есть, мы много времени на это потратили, но, как бы, научились. То есть, ошибались. Все через ошибки. Сколько времени занимало вот человек, который, ты говоришь, с нуля, до того, как ты вот можешь, ну, там, вы можете поставить, ты знаешь, что он, ну, как бы, все нормально сделает? Слушайте, я понял вопрос. Тут именно нужен такой подход, что ты должен видеть в человеке, когда его берешь, что это правильный человек, тот человек, который хочет этим заниматься. Иначе, опять же, бессмысленно учить человека, который не хочет этим заниматься. То есть, ну, а когда человек хочет этим заниматься, очень все быстро. То есть, я, я на самом деле, я им объясняю, может быть, один, два раза, три раза технологию, ну, может быть, у нас цифра есть такая, восемь. То есть, мы говорим... Восемь повторений. Восемь повторений, да. Восемь смен, получается. Ну, они ошибаются сами. Ну, ошибся, ну, что сделать? Зато он в следующий раз не ошибется. Чем быстрее он ошибется, тем быстрее он сделает хорошо. Поэтому я даже в их работу, они сами ставят технологии. Я им показываю, допустим, новый хлеб, они сами решают, когда они его делают. То есть, они сами решают, какие теста, зачем идут. То есть, это все оттен и наотку. Каждый тут несет ответственность за себя. Если человек не хочет, как бы, находиться в этом, косячит постоянно, мы его просто не держим. Вот и все. Нормально? Уже достаточно такое плотноватое тесто, не супер жидкого. Поэтому я понял. Это мука на 80% берет, она больше не берет. Но вот этот хлеб, да, он довольно плотный. Да, да, 80, не больше 80. Да. Так, я тоже, я игрался с влажностями. Да нафиг мне нужны эти поры. Это очень все правильно, прям почувствую. Как они складывают или они, что они еще могут сделать? Кто эти стаделы? Они полностью знают, как все эти стаделы делают. То есть, поры в день делают. Они могут успеть с нуля до готового? То есть, на стадии складывания замес они делают? Замес, конечно, а вот они вдвоем. Замес они делают. Интересно было бы сегодня Машу вызвать. У нас есть такая Маша, но она бабушка, женщина взрослая, с внуками. Она вот этим же, тем же самым у нас и занимается. Она говорит, я не могу, вот на формовке мне скучно. А здесь как бы движут все время. Ей тяжело, но она все равно сюда приходит. Как классно, хорошее тесто такое. Мы тоже висели. То есть, мне, чтобы тартин у нас поставить в большом объеме, у меня это заняло 3 месяца, прошлое лето полностью. Знаешь, вот это хорошо, когда у тебя инвесторы, ну вообще там, они понимают. А на самом деле, вот как иногда часто бывает, что ты там первую-вторую проработку сделал, а где результат? Это вообще такая часть. А она вообще не трогает. То есть, у нас... Это очень круто. Да, у нас в этом плане очень круто. У нас... Мы сами, я говорю, несем ответственность за свою работу. То есть, мы там в начале месяца пишем планчик, над чем мы работать будем в течение месяца. Это в розницу там передаем, какие продукты могут выйти. Ну сейчас тоже в онлайн будем это все переводить, чтобы в реальном времени. Мне нравится, как он переворачивает на 180. Хорошая такая тактика. Я их не учил. Видимо, когда ты 40 ящиков так делаешь. Это очень... Я, кстати, редко когда так видел, когда так делают. Смотри, раз, два, три. Раз, переворот. Супер. И растягивает. И еще раз, два. Шикарно. Пять складываний у нас у этого хлеба. Чаабат мы четыре складывания делаем. Что ты хотел еще рассказать? У нас на самом деле хит-продаж. Не заквасочный хлеб. Это хлеб, который мы делаем на Гиге. Это пульезо называется. То есть мы его на Новый год сделали 1100 штук. 1131 декабря до одного вида хлеба. 1100 буханок делали. Вот. Причем мы их сделали за 10 часов. То есть вот так вот. И он делает... Если мы ставим на него на этот хлеб Бегунацель, на зерновой муке, она, ну, как минимум 8 часов, ну, мы где-то 20 она у нас, да? Ну, то есть ночная смена для себя ставят на следующий день ее. То есть она где-то 2 часов бродит, и мы на ней потом ставим. Но у нас это хлеб с медом, с картофельным пюре. То есть мы огромное количество картофельного пюре делаем, натурального для этого хлеба. Ну, вот... Сами прям картошку чистить? Да, прям. Мы купили картошку чистку месяц назад. Ну, потому что там сотни килограмм. Святые люди просто. Да, непонятно. Ну, можно было на хлопье перевести, но нечестно как-то люди уже полюбили, то есть некрасиво. И вот этот хлеб, по сути, наш такой прям хитяра. Вот так вот назовем. Но я пытаюсь людей научить, чтобы они полюбили заквасочные, конечно, хлеба. То есть просто нужно чаще общаться с людьми. Наверное, так. Погнали, да? Тоже прикольно. Да, только печеньки сейчас делают на такие. Псеволожское, кстати, называется. Оно в грозами идет. То есть оно набухает чуть-чуть и разрыхляется. Сутихать, конечно. То есть тоже тесто, на самом деле, оно выбраживает вот это на эти печеньки. Клиенту в хлебнике нужно простой ядовик, простой Наполеон. Понятный. Понятный. Ну, у нас не муравейник назван, потому что муравейник запатентованное название. Как оказалось, мы домашнее называем, ну, внутри муравейник. То есть, ну, классические, понятные, недорогие десерты. Вот что все нужно. По 500 штук делаем. Просто понятный ароматик. Я сейчас подойду, да. Это просто ароматика выбраженного теста. Это тмин, получается, да. Да, это тмин, да. Рубану тоже мы делаем, по сути, классическую на опаре. То есть, ну, довольно популярное стало изделие. Но вот, допустим, мы из-за того, что все-таки сетевой бизнес, да, мы там помадку сами не варим. Но многие вещи мы все равно для комитетского, там, сыр хлеб делаем. Мы керамиль вручную варим. То есть, такие вещи запариваем. Вдруг пойдемте в цех. Я думаю, вам будет интересно. Все это тут, корма для короботок, что-то, что-то уже выведено. То есть, ну, такие же вещи не будешь накидывать. То есть, стоят, ждут в своей. Может, какой-нибудь хлеб когда-нибудь. Это, наверное, мое любимое место. Да, я прям... Слушай, да, это прям очень класс. То есть, это, на самом деле, вот эту вот вещь я могу кадры скинуть, как мы ее сюда ставили. Потому что она вручная. Как вы думаете, мы ее в сборе, как ставили сюда? Разбирали? Вот окно это? Через спасатель? Ну, через этот, да? Кран, да. А, кран даже, да. И она, видите, она стоит на платформе, потому что, ну, мы побоялись, это тоже на платформе стоит, побоялись, что здание не выдержит. И нужно было между балками еще платформу сварить. И всем, вот, все операции руководил, по сути, я вот этой вот. То есть, ну, нервов было, конечно, потрачено много, но смысл был в том, что... Почему мы купили такую печь? Потому что у нас посадчики под ту печь, а камера одинаковая у них. То есть, нам предложили, когда бэушную печь с такой же камерой, с размером камеры, как у нас, я даже раздумывать не стал. Потому что посадчики одни и те же, да? Вы представляете, посадчики покупать? Да, да, да. Посадчик, например, у самолета стоит, а атлет здесь не помещается. То есть, я мечтаю в будущем мире атлет автоматический. Ну, то есть, я интересуюсь этим вопросом, изучаю его потихоньку, и я думаю, когда еще увеличится объем, и будет уже три печьи, там уже нужен будет атлет, конечно. А сколько, ну, таких вот там, 500-граммовых буханок за раз в один ярус? Примерно. 500-граммовых. Ну, а сколько вы делаете? Килограммовых-то, мне тоже... Вот картину мы печем, по-моему, 24 штуки можно в одну камеру за раз. То есть, он час у нас печется. Мы ничего не печем по программам. То есть, я программы, я когда ввожу новый продукт, я не ввожу программы, я заставляю битаре неинтересно, это сноровка, потому что она может... Конечно, да, да, да. То есть, если людям, ну, они не будут думать, то они просто будут косячить больше. Когда он, например, есть, у них есть общие здесь тетрадки, в которой все технологии выпечки каждого изделия, ну, а контролируют. Пар вручную подают, то есть, на формовой там хлеб, то есть, ну, стараются все вручную. Печей я это очень доволен. Она, правда, приехала не рабочая, то есть, но горелка была новая абсолютно. Но ничего не подключено было. То есть, у нас же газ, мы на газу. А, мы на газу это все. Ну, просто, да, это здесь столько печей, это... Тут электричество, как это, из крана вода бы... Это был полгорода, можно было бы, да. Да, да, поэтому... Знаешь... И я стоял где-то два года назад, даже побольше, стою вот здесь вот, а тут у нас тоже растойка вот такая старива стояла, как сзади тебя. Я стою такой, говорю, было бы круто, если бы здесь стояла еще вторая подовая пеня. Ну, в принципе, письки сбываются. То, с чего-то иначе, визуализация такая, да. Да, визуализация, да. Единственное, у них модификации, то есть, у них год один, у них модификации разные, из-за того, что здесь горелка внизу, а там горелка вверху. Все. И у них два вида горелок, у них разные горелки, но, в принципе, смысл как бы от этого не имеется. Но каждая камера печет по-своему. Что вот так вот, девять камер, и каждая имеет свой характер. Каждая печь имеет свой, как женщина. Да, каждая печь имеет свой характер. Ну, пекаря уже знают лучше меня, как здесь. Причем у нас такое позволительно, что пекарям могут, допустим, ну, мне там написать, Саша, мы там выпекли... Ну, сейчас уже такого нету, потому что технологии довольно-таки устоялись, но, допустим, звонили, говорят, Слушай, мы Чайбату там чуть-чуть по-другому успекли, там. Можно мы... Мы считаем так лучше, пожалуйста. То есть они сами контролируют. Всем все дано на отпуск. То есть люди сами контролируют свои процессы. Пекаря, там, тестоделы. То есть я в их работе... Я их научил, и я в их работу не лезу. Это у меня был как раз вопрос к тебе. Я когда готовился, тоже посмотрел твой инстаграм. Ты любишь путешествовать? Ты прямо написал. И я теперь... Теперь я, послушав тебя, понимаю, почему ты можешь себе позволить путешествовать, потому что... Ну, ты уезжаешь, и здесь ребята без тебя работают. А у меня был вопрос, ну, когда я готовился как раз, насколько ты можешь уехать, как долго ты можешь не появляться в цеху, и будешь уверен, что качество будет вот такое же. Да, у меня уже сразу готов ответ. Я в прошлом году больше, чем на три недели в Непал уехал. И вот, ну, почти месяц меня не было, и ничего не произошло вообще. Никто тебе не писал там с каким... А я был без связи. Но никто не писал. Да, вот есть такой опыт, и я не знаю, как о нем рассказать. Вот у меня все вот в импровизации, то есть ко всему творческий подход, даже коллективу. То есть все было именно основано на творческом подходе. То есть вот я очень много, я говорю, вот я бренданцем 20 лет занимаюсь, да, и потом у меня еще есть увлечение, там, фотография художественная. Вот, может, видели, я в Сирию там ездил на Схай. Да, кстати. Ну, могу рассказать. Да, расскажи, тоже интересно. Вот. И я просто в этих двух творчествах понял, что когда ты к какому-то делу подходишь творчески, то фундаментальные основы, они одинаковые. То есть просто вот главное отдаться делу и импровизировать красиво, как говорится. Но, конечно, люди, на кого ты все-таки работаешь, они тоже должны получать результат. Но мы все не нацелены работать без результата. Слушай, вот давай к франшизе. Мне вот это интересно, такой момент. Я еще тоже прочитал. Я наткнулся на рекламный пост по франшизе, и там было написано, что срок окупаемости проекта 2 года. Тема хлеба у нас тяжелая, культура у нас проблема. За счет чего, возможно, это предложение было сформулировано на основе каких-то постулатов, чего обязательно должно быть в проекте, чего надо избежать. Ты можешь как-то это? Потому что это на самом деле часто у меня спрашивают. А вот я вложу деньги, там сколько-то миллионов рублей, как быстро я начну получать, там зарабатывать. Ну мы, допустим, у нас... Я к франшизе отношусь... Ну, я прям ей полностью не занимаюсь. То есть у нас есть отдел франшизы, который прям этим занимается. Следующий у них этап, когда они, допустим, им рассказали все, показали цифры, они идут на производство. И я им говорю, если вы сами не будете в этом участвовать, погружаться в этот бизнес, сами изучать его, лучше вообще давайте не будем начинать. Потому что у вас потом будут к нам вопросы, и мы будем вам давать ответы, которые вас не устроят. Поэтому... То есть первое – это полная, стопроцентная вовлеченность в бизнес, погружение в бизнес. Да, да, абсолютно полная. И некоторые франшизы у нас прям очень успешные. На мой взгляд, это прям... Это два года, это как бы с запасом. У нас некоторые франшизы там меньше, чем за год покупались. То есть прям вот... И людей, когда мы обучаем людей на этих франшизах, да, они прям просто начинают еще круче работать. То есть нам очень... Ну, мы радуемся за их результат. То есть мы с ними команда одна. А что вообще это за проект франшизы? То есть это полный цикл, как бы полный цикл, или это что? Смотрите... Из чего она состоит, в принципе? Они... Ну, вот... Хлеб для франшизы, он печется вместе с нашим. То есть они полностью торгуют нашим продуктом. Единственное, что операционное управление полностью на них. То есть остальному всему мы учим. Просто начиная от... Это булочная... Ну, как булочная. Это тоже хлебник. Это тот же хлебник. То есть это... Допустим, у нас во всем в городе 5 хлебников. Один из них франшизный. То есть это просто люди, которые пришли к нам, они хотели пекарню, да, но им сложно сделать крутой продукт. И они приходят, говорят, хочу пекарню. Мы говорим, ну, окей, давайте работать. И многие, конечно, соглашаются. И я считаю, что... Очень серьезный результат произошел вот в декабре. У нас некоторые партнеры, у кого были в одной франшизе, уже по второй мере. То есть... А, когда они еще... Да, да, у одного партнера сейчас три будут точки. Скажи, все-таки я уточню, они пекут или они просто продают хлеб твой? Они продают наш хлеб. И слойку пекут. А, и слойку пекут, да? Да, слойку себя пекут. То есть у них... Ну, мы что-то делаем в заморозке, слойка идет полностью в заморозке, да? И слойку они выпекают, то есть полный цикл разморозка, дефростация, расстойка, выпечка, выкладка на витрину, то есть... Ну, это, да, большой объем работы, но основное производство получается все-таки здесь. Конечно, конечно, да. Да, в основном у них получается такая булочная, которая продает хлеб, но что-то отпекают на месте, как вариант Круасса. То же самое, что ваш хлебник, абсолютно, один в один. Вы никогда не отличите франшизу от... А, это вот эти... Еще тоже посмотрел в Инстаграме 20... Открыли за 20-й год, там было написано 20 новых хлебников. Да. Это тот же самый формат, что и франшиза, да? Да, и 10 из них, скорее всего, франшизных, 10 – наша собственная сеть. То есть мы... Они ничем вообще от нас не отличаются. Мы... Но иногда, конечно, они... У них есть свои трудности, потому что они только начинают, то есть там... Начиная там от выпечки слойки там неправильной и заканчивая там элементарной выколоткой. То есть мы этому всему учим. Обязательный и важный элемент – знать то, как производится наш хлеб. То есть невозможно его продавать, просто понимать, что у тебя какая-то булочка появилась на полке. То есть, на мой взгляд, это невозможно. И мы вот проводим лекции, начали проводить, уже много провели. И по, так сказать, обучению, что мы продаем, какой хлеб. Мы их иногда сюда приглашаем, они тортим, выпекают, сами формуют. То есть вот так вот. А чтобы они могли рассказать вообще про продукт? Конечно, конечно. Как они могут... Ну, приходит клиент, я хочу вкусный хлеб. Что вы мне предложите? И что он предложит? Ну, возьмите вот этот. А когда ты рассказываешь, когда ты знаешь эти все истории, там, про деревню, там, вот, по бульезу, я, кстати, у меня сказал, был у меня опыт такой. Я в 18-м году. В 17-м я сменял полностью род деятельности, и мы с семьей уехали на Бали. И 9 декабря 2017 года я их оставляю там и приезжаю работать в хлебни. Не знаю вообще куда. А у них обратного билета там нет. И вот здесь вот все начинает, начинает как бы зарождаться, да, в этот момент. Потом я попадаю на мастер-класс, это где-то был февраль, Ваня Забавникова. Он говорит, я мечтаю съездить в Америку поучиться. Я такой, я с Вали еду, у меня американская виза еще 3 месяца работает. Я думаю, если не съезжу в последний раз, никогда не съезжу. Я говорю, Ваня, где можно поучиться? И он мне скидывает в Сан-Франциско Бейкинг Институт знаменитый. Да, я знаю. Я у них выбираю курс, беру денег в пол, и один просто туда улетаю. Съездил в Юсемити, национальный парк на 3 дня. И вот 10 дней учился у них на курсе Bread of the World. И там я, конечно, ну, это был переломный такой момент в хлебопечении. Там я как бы набрал такую силу, можно сказать, интеллектуальную, да, и уже приехал. И здесь мы по полной начали просто работать, технологии добивать. И, в общем-то, вот сейчас... Вот еще язык знал, получается, да? Слушайте, не особо. Не особо, да? Но, вот, допустим, пулье за хлеб меня научили там готовить. И я эту рецептуру оттуда привез. Чуть-чуть ее под местные реалии переделал. Но, собственно, в принципе, мне хватило языка, чтобы там со всеми общаться, до сих пор общаться. И, я говорю, результат свой дало. То есть, главное, не бояться. Есть люди, на которых держится производство. И вот, Коля, один из тех. Я начинал хлеб, когда мы в полотенце в вафельном расстаивали. Ну, я думаю, все через это. Да-да-да. У нас многие рестораны, кто работает. А это у вас в большой самый холодильник, где... Теска только на пиццу. Это холодная, да, ваша? Да-да-да. Ну, у нас где-то вот такие вот на закваске у нас где-то пять тележек стоят таких полных. Это спальня, получается, хлебная. Мы ее уничтожили, уничтожить пытались. Она вот здесь стояла, мы ее тележкой въехали, да? То есть... Она глубокая туда? На восемь тележек. А можешь... То есть, ей не пользовались? Сюда восемь тележек. Это для пиццы тесто стоит. По сути, вот хлеб. Ага, вот он. Да я помню, да, у тебя по это... По видео. Ну, вот мы, допустим, формовой пакета, этот, чтобы корку не терял. Мы его вот так бумагой мы закрываем, все. Ну, потому что иначе какой смысл тогда в этом всем батон делать из этого? Слушай, ну, розница, самая, наверное, тяжелая в России с розницей проблема это остатки. Это никогда не просчитаешь, как... Да. Но у нас уже в этом плане сложился опыт. Мы остатки контролируем на определенном проценте. Ага. То есть это тоже в экономической модели есть. Но у нас есть такая штука, как полочка с уцененкой. То есть, ну, таксин-то на следующий день он неплохой. Но мы его все равно не продаем, как свежий хлеб. Мы никогда ничего не продаем второй день. Исключено. Это просто казнь сразу же за такое. Да-да-да. И иногда, конечно, проскакивает. То есть это получается так, что позвонил один раз клиенту, он любит наш кантри, вот этот хлеб. Он говорит, я его попробовал и он лично мне звонит. Я с людьми часто общаюсь вот так вот. Несмотря на то, что, ну, представляете, у нас каждый день там от 5 до 10 тысяч человек в пекарне приходит. То есть часто люди звонят мне. и получилось так, что он говорит, что я купил кантри, но он какой-то не такой. Я говорю, пришлите видео фото. Он мне присылает, я понимаю, что он, ну, не свежий. Точка не признается. То есть мы все сделали четко. Я ему говорю, слушайте, вы приезжайте завтра в флепник в этот и лично от меня я вам буханку кантри свежевыбищенного. Он приехал, просто взял бесплатно хлеб и вот часто приходится, это не приходится, я получаю от этого удовольствия на самом деле. То есть это... Ты сказал 5-10 тысяч человек, это по всей... По всему... По всему... По всему... Буханок мы печем где-то, ну, на Новый год было 7 тысяч, по-моему, от 7 до 10 вот так вот. То есть у нас багет только 3 тысячи было на 31 число. Вот. А это получается, мне сейчас в среднем от 4 до 5 тысяч буханок в день. В день. Это означает, что только за хлебом придет там 4-5 тысяч человек, как то и... Мы на хлебе, я повторюсь, мы практически на нем ничего не зарабатываем. То есть это наше лицо такое, за которым люди... Мы себя не рекламируем. Да, у нас маркетинг, есть фишки, но мы себя не рекламируем. И все люди, по сути, которые приходят в пекарню, это сарафанное радио, которое мы вот за 2-3 года такую огласку получили. То есть, на мой взгляд, сарафанное радио это лучшая реклама. Слушай, ну вот у меня тут же вопрос. Ну, это частая история, что на хлебе не зарабатывают, и кто быстрее это понимает, он быстрее понимает, что надо как раз развивать ассортимент. Какой тогда процент от общего тогда оборота занимает хлеб? Там это 50 на 50, и кондитерка, ну или все остальное? Нет, нет, нет. Вообще мы считаем, что у нас есть несколько блоков, и мы считаем, что каждый блок должен 20% выручки давать. Но это на самом деле не так. Мне кажется, хлеб это от 5 до 10. От всего вашего большого бизнеса 5-10%? Я думаю, да. И тогда эта история, она положительная получается? Слушайте, мы же не знали, как получится. То есть, не было модели, по которой мы как бы работали. То есть, это все лично полученный опыт. Сложилось, да. Что входит в остальные 90%? Какой ассортимент? Я, ну, слойка у нас большой процент занимает, кондитерка, напитки, вот пироги, да, мы еще делаем. Мы сейчас кофе свой жарим сами. То есть, мы даже на кофе, да, стали запариваться, мы наняли баристу опытного, она сама там прошла курсы, она такой же маньяк там по кофе, как мы по хлебу с вами. То есть, и, да, и она от этого кайфует. И вот сейчас мы свой, надеюсь, через какое-то время и свой бренд кофе тоже запустим. То есть, вот так вот. Напитки большой занимают, да, процент. Слойка очень, да, слойка большой процент и кондитерка тоже. Просто монстры кондитерки. По сути, по-моему, пускают свой стиральный порошок и кормила для ракет. Да, 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 типа того, да. По сути, тогда получается, вот я сколько раз убеждаюсь, реальность хлебного бизнеса в России сейчас, на данный момент, это всегда широкий ассортимент, помимо, что, кроме хлеба. То есть, хлеб это ежедневный продукт, за которым люди идут. Конечно. И что ты допродаешь? Мы в пандемию выжили из-за хлеба из-за того, что люди все равно шли за хлебом и на куличах. Куличи. Мы сделали 8000 куличей, а продали 7960. Мы даже себе, даже персоналу мы куличи у нас не получилось. Не досталось. То есть, те куличи, которые мы стояли для персонала тут на тележках, я такой, девочки, извините, отправляем. И сказали бы еще, с сетки сказали, что еще бы больше продали. Интересно тогда у меня получается. Люди приходят за хлебом и получаются основные деньги, вообще важный человек в этом бизнесе, как я понимаю, человек, который стоит на кассе. Это есть какая-то отдельная мотивация этих людей, отдельное обучение. Потому что получается все, что оно допродаст, кроме хлеба, это есть основные деньги. Да, конечно. У нас есть у каждого магазина, у каждой точки у нас есть управляющий, хозяюшка, которая следит по сути за своими продажами. Она умеет продавать, умеет общаться с людьми. И точно так же она обучает новый персонал, который к ним приходит. Сетью у нас занимается операционный директор. И вот он на фронте работает продаж сети. Я на фронте производства. То есть вот так вот. У вас есть оптовые еще при этом? Мы оптовые. У нас берут рестораны хлеб, но я им не делаю скидку, потому что я говорю, ребят, мне легче вам вообще не продавать. То есть они просто делают заказ, допустим, нам нужно там на восстание в центре, к примеру, там 15 тортинов, там 15 чабад, и мы им просто заказик комплектуем и отвозим. И где-то у нас сейчас от 5 до 10 ресторанов берет. Хотят зайти оптовики, но все хотят выгоду, да. Я говорю, слушайте, давайте лучше не будем работать, чтобы потом не ссориться. То есть мне неинтересно работать, когда люди пытаются тебя продавить, но ты им говоришь, что тебе бессмысленно продавать дешевле. Люди трудятся. У нас нет одинакового кувасана. Мы делаем там 2-3 тысячи кувасанов в день и каждый кувасан катают руками. То есть им без разницы, что он там 2 дня делался, что его 4 смены делало, что трудозатраты колоссальные, оборудование стоит кучу миллионов рублей. Ты как бы им это не объяснишь. Получается, да, вам даже есть больше смысл загрузить производство, чтобы оно фигачило. Да, чуть-чуть опустить цену, загрузить производство за счет этого, за счет больше спроса. И это будет, вот тогда экономика сходится. А чем продавать 10 буханок за сколько-то там, 4 струны. то есть у меня нет цели на хлебе заработать. У меня есть цель, чтобы человек пришел, купил хлеб, сказал вау, круто, и вернулся за ним, сказал нам спасибо. Часто бывает такое, что в отзывах в сети люди уважения какое-то, респект мне лично пишут. Я с таким встречался. Это безумно на мой взгляд приятно. Конечно, важно зарабатывать. как мы будем двигаться, если мы не будем зарабатывать деньги. Но вот мы выбрали такую модель. То есть мы ее даже не выбрали, мы ее наработали. Вот так вот. Когда хотят там с мукой войти, с другой, недавно женщина звонила, она говорит, ну попробуйте нашу муку. Я говорю, слушайте, ну вы не дадите нам цену такую. Она говорит, ну сколько у вас проходит муки? Я говорю, 70 тонн в месяц. Она такая, так 7 тонн это немного. Я говорю, 70. Она такая, ладно, до свидания. Все. Да, вопрос исчерпан. То есть может быть я когда-то поменяю муку, но сейчас... 15 килограммовый? 25, по-моему, или 26. Да, может быть у вас какие-то особые доматные? Я не парюсь. 25 или 26 рублей еще не такое. То есть мы берем вот по такой цене. И вот этот тортин за 122 какой у него вес? У него мы делаем килограммовую заготовку, а у него 800-900 варьируется. То есть я, честно говоря, у меня опыта моего не хватает. Я не скажу, что я прям типа гениальный хлебопек. У меня просто был подход свой творческий к этому процессу. И мне было интересно добиться результата и сделать это. То есть я не знаю химию процесса, насколько это глубоко прям. но я знаю, как он делается. То есть весь технологический процесс, как молочно-гислые бактерии бродят, пик, вот это я знаю. То есть мне этих знаний хватает, чтобы сделать вкусный хлеб и заложить в него любовь, что самое главное. Мы поговорим о цвете. Надо нам подсвечивать, Наташ. мы тоже пытались применить из-за того, что я в Штатах учился по хлебопечению. Мы тоже там делали хлеб запекали очень сильно. Они любят там, они любят. Вот Австралия, Сонома, у них черный хлеб. Мне привозили тартин из Лос-Анджелеса. Я его ел. он ничем не отличается, только ценой. 25 долларов. Я люблю вот такой вот цвет. Чтобы шлифанул слегка. То есть это не глубокая корочка, это на самом деле там полмиллиметра. Да, да, да. То есть они вообще все разные. Да, да, да. То есть у нас нету одинаковых буханок, потому что формуют все время разные люди. Это все время разные люди, и поэтому вообще не паришь там разрез, не разрез, там гребешок, не гребешок. Главное, чтобы хлеб был вкусный. Да, да, да. Это, кстати, вот, блин, это прям наша философия. Да, людям без разницы какой там у него гребешок. это ты видишь. Скажи это еще раз. Скажи это громко. Людям без разницы какой гребешок на хлебе, им нужен вкусный хлеб. Доступный. У нас сейчас есть какая-то, да, гребешкофилия какая-то, с которой я, просто какое-то заболевание, которое кто-то это. Все считают, что вот если нет гребешка, хлеб не удался. Это просто, я не знаю, что с этим делать. Я так тоже считал. Пока меня наш кондитер не переубедил, он говорит, что ты паришься, говорит, хлеб вкусный, офигенный. Но когда он слишком большой, ты не замечал, что он быстро высыхает? Вот когда он прям торчит, такое ухо торчит, он быстрее высыхает, вот этот, и у нас получается сантиметр какой-то корки, который потом режет небо. может быть. И попробуй потом клиенту объяснить, что так и должно быть. Вот, собственно, это та самая булочная, которая вы масштабируете, и вот такая печь небольшая. Да, то есть фрамшилта, это наша точка собственно, производственная, но мы можем поехать в 5 минутах езды, мы придем на точку, и она будет так же выглядеть. Единственное, что на первой точке Миви покупали печи, но они очень дорогие. Сейчас мы вывали уноксбейкер-топ, то есть на ней. На некоторых точках аббат остались, и там люди эквилибристикой занимаются. То есть, ну, раньше, просто когда история франшизы начиналась, им говорили, что подходит аббат, но я в этом не участвовал. И на мой взгляд, все-таки, вот уноксбейкер-топ, она такая, как бы... Это что сейчас она делает? Крошки-пылесоси. Крошки-пылесоси? Ну, что в витрина выглядела нормально. То есть, вот так, к такому способу мы пришли, потому что... Получается, в ковид вы работали прямо так же работали? Ну, да, только без столиков. Без столиков? Без столиков, да. То есть, без столиков. И мы еще, вот у нас стойка была, мы начали тоже пробовать продукты продавать, первые необходимости. Ну, они не шли. Ну, народ все равно, за хлебом приходил всегда. где-то мы... В среднем упадок был 20-30%. То есть, я не скажу, что прям... Чуть-чуть просели, и сейчас уже, наверное, просто постепенно... Да, вот у нас очень популярный сейчас штурделя, штурделя мы запустили, прям стало мега популярное изделие, то есть, пользуется спросом. Вот маково-творожное, просто абсолютный хит у нас. Мы его там по 200 кг в день делаем. У нас наименование стойки, на самом деле, колоссальное просто. У нас где-то 30 наименований, и каждая точка под себя делает эти наименования. Я еще изобрел такую штуку, я назвал ее Flat просто, но мы поняли на самом деле, что для хлебника нужно использовать простые названия, то есть, не нужно выдумывать каких-то новомодных, но вот одно из названий, это вот Flat было. Flatbread или блоскый? Нет, Flatbread это просто кусок слоеного теста. Я делал разные начинки, сладкие, сытные. Их готовили на точке. Они очень круто, визуально выглядят, но, к сожалению, их очень было тяжело научить людей в сети готовить. и в сети готовил, и в сети готовим, но их готовил. хорошо а потом осенью и зимой начинаю набирать да вот это вот мы буквально сюда кондитерку мы привезли 29 октября и такая интересная история что кондитерку мы перевозили когда здесь печки не было то есть мы пекли там и ввезли сюда тут собирали кондитерку и везли отгружать оттуда но если бы мы не переехали мы даже сейчас не переехали то есть это было мое радикальное решение такое и когда ты переезжаешь еще стройка идет строители начинают быстрее все начинают нервничать и суетиться быстрее доделывать в этом было смысл да так вытянули кота за хвостом система наблюдения вот все технологические процессы у нас знаете у нас это уволились с работы люди у нас раньше вы когда я пришел было пять технологов вернее 4 технолога и заведующий производством представляете такое количество было и никто по сути не умел делать правильный хлеб они все разбежались через какое-то время и потом пытались у других работников рецептуры это звонят нам дайте рецептуру тортичка я говорю да а мы типа не дали я дайте рецептуру тортина чего в этом такого рецептуру можно в интернете найти ты попробуй его отработать чтобы его там по 200 300 штук делать 400 людей обучить вот это здравствуйте вот это сложно рецептуру то это не секрет знаем то есть это еще в таком можно сказать зародыше но уже есть небольшие результаты то есть это готовая еда вот в лотках запаяны без опять же каких-то неведомых ингредиентов то есть но разнообразие мы хотим огромное сделать ее то есть вот даже вот это станция азиатской кухни то есть даже будем запаивать суши мощности вот александру купили миви орбит печь да он очень доволен этой покупкой конечно же потому что новая печь это тем более от миви это всегда кайф вот она даже ей месяца еще нету вот так вот да но здесь будем еще вытяжки делать то есть тут еще вентиляция мы постепенно видите вот еще вентиляция печи еще не доделана даже пойдемте дальше саша это разрешаешь снимать твою кухню это цех где делаются кондитерские полуфабрикаты то есть что у тебя до крем взбивальный то есть какие-то заготовки тут стоит обычно один человек ну на новый год побольше стоял наверно даже не представляете что происходило это просто чисто по-русски конечно было но мы красила да просто ангар без пола да тут везде было написано всякие типа день кто дембельнулся откуда вот так вот весь потолок да то есть тут колхоз был и здание колхоза было кухня саша вот эклеры там набивают сейчас они крема все делают у нас у нас знаете как было мы когда ставили эти эклеры саша только пришел на работу мы их отрабатывали шли ко мне ночевали утром рано приходили сюда и дальше работали у нас есть тортики которые там покупают на праздники а есть тортики которые каждый день покупают просто приходит после работы там берут 200 грамм наполеона у нас цех заготовки теста под слойку у нас две машины ронда одна полностью автоматическая вторая вот уже финальная раскатка идет вручную может зайти сюда в принципе все посмотреть коробки упакованы у нас заказ идет сразу четыре тортика в одной упаковке отдыхни до сна вами здесь вдохни чтобы было видно это но тут минус 18 сейчас так если поэтому у меня к сожалению даже вот до видео каких-то хлебных но редко доходит возможность именно вот что-то посмотреть то есть из-за того что сейчас ребенок новый родился ну ты приходишь тебе сразу его отдают то есть не получается смотреть что-то информация вот саша он у нас вообще книжный червь я в общем занимаю должность шеф-кондитера хотя не люблю название этой должности не знаю почему до шеф-бренд то есть у нас это все намного проще на производстве и по большому счету мы тут как одна большая семья у нас есть руководители до подразделения есть технологи так скажем правленцы среднего звена да и есть там вышестоящие руководители которые там стратегические мысли дают нам задание так скажем я отвечаю в хлебнике за сладости то есть за торт пирожное в твои партия который мы видели сколько квадратных метров ну да но если брать еще взбил крема взбивали холодильнике именно церкви но мы в работе сейчас так все оптимизировали да то есть максимально чтобы нам было удобно лишних телодвижений никаких не делать вот полуфабрикаты у нас там готовятся например в ночь в день у нас идет сборка вот отработкой тоже в цехах занимаемся новой продукции то есть у нас пока нет отдельного кабинета проработок за настолько вот скоро появится вот на самом деле на производстве это все сложнее гораздо делать потому что у меня был опыт работы в ресторанах там конечно попроще там есть и время для этого да и возможности больше было тут конечно у нас такой поток во первых мы круглосуточно работаем да у нас без остановки производства в день мы не работаем единственные полная когда мы не работаем то есть его уже ребята уже в ночь теперь уже на первое кто-то выходит первое число да и не и первого вот у нас мы тоже в ночь начинаем работу потому что у нас все продукты достаточно органические будем так называть вот и у них небольшой срок реализации именно у полуфабрикатов поэтому мы готовим там за день максимум 2 а сколько хранится получается сам полуфабрикат или готовое изделие все зависит от изделия тортики мы замораживаем какие-то у нас проходят шоковую заморозку некоторые у нас проходят плавную заморозку до при минус 18 но не используя никакие консерванты мы даем им сроком до 14 дней до 15 до 20 дней какие-то изделия заморозки за счет температуры до 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 нас подается все одни сутки а она приводки тогда одни сутки то есть поставить в чем плюс заморозки допустим кондитерской да вы открываете . и потока еще нету клиентов да нужно время на раскрутку и вы допустим достали четверть тортика разрезали четверть на два кусочка на витрину поставили полчаса у вас свежий продукт то есть поэтому ну тут нужно под рынок конечно подстраиваться а не под себя рынок строить под себя рынок стоит наверное мне кажется что-то что-то запредельное всегда мы работаем по обратной связи то есть реагируем я вам уже про хлеб рассказывал как мы клиенту отправляли то есть часто очень какие-то можем кондитерские наборы отправить там я не знаю клиеры полностью собрать как комплимент но стараемся точечно все равно не упускать клиентов если они получили какой-то негатив то есть мы же не можем понимаете весь продукт делается вручную то есть ошибки они не исключены то есть они бывают до человеческий фактор то есть мы бы его могли исключить если бы мы были я не знаю фазером там у которых все ли кнопку нажал и все понеслось мы такого не можем но мы всегда открыты и поэтому наверное есть какой-то результат это можно работать без добавок да без консервантов легко зная технологию процесс если вы умеете это грамотно так скажем замораживать то продукт будет с длительным сроком реализации и на качество это никак не повлияет когда писали стратегию нашего хлебника мы ну я как лицо от производства я всегда говорил чтобы нам сохранить вот эту магию за которые люди сюда приходят то есть можно курассаны на курассаны на курассаны мати копать катать от ронда да но но если мы это погонимся за прибылью за быстрой мы все потеряем на мой взгляд вот так вот то есть нужно все равно мы вот обговариваем что 70 процентов труда в хлебнике будет ручным 30 мы автоматизируем то есть мы готовы печеньки отдать чтобы печеньки отсадочная машина делала там что мы еще о чем мы говорили там частичные до сажа один человек денется может отсадить от двух с половиной до пяти тысяч эклеров идеальных то есть но то что вы видели да и 0 процента брака выходит то есть мы их вообще не бракуем никаких разрывов нету то есть тот продукт который изначально мы ввели он у нас продается пользуется популярностью и эти эклеры они там по сегодняшней у нас делаются да и линейка расширяется вот можно поставить машинку отсадочную но для сравнения мы ездили смотрели одно из машинок и если например человек до который уже профессионал своего дела может отсадить там 5000 в день день это 11 часовая его рабочая смена то машинка которую мы смотрели она отсаживает 65 тысяч эклеров за 11 часов то есть конечно если мы выйдем на такой уровень там 500 точек тысячи две там мы не знаю зайдем в ритейл то конечно с точки зрения экономики это не совсем будет наверно выгодно нам там набирать больше персонала да да мы возьмем 10 человек они будут отсаживать эти эклеры ну может отсадить эта машинка но опять мы до конца наверное все равно саша знает мы наверное еще не поняли насколько эта машинка она реально отсадит такие же эклеры то есть как мы сейчас вот до делаем на сегодняшний день потому что это довольно сложный продукт и те кто с ним работает они понимают что там очень много и человеческого фактора может быть да и внешнего и там при выпечке поэтому да 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 мы сотрудников обучаем то есть мы когда берем сотрудника до с нуля мы ему объясняем то есть мы еще допускаем ряд каких-то ошибок да или вот он допускает их то есть мы начинаем объяснять почему для чего зачем вот так вот здесь то есть вот это нужно переделать и объясняем то есть логику из-за чего это происходит они так что там давайте сейчас технолог подойдет разберется вы там дальше работаете и они начинают это понимать и нам не нужны потом технологии там 5-10 технологов до которые будут ходить и следить там за контролем качества продукции то есть но на сегодняшний день нам этого достаточно вся ответственность я уже на том производстве говорил вся ответственность на самих работниках они за не заинтересованы делать плохо вот так вот то есть но знаете очень я применял такой прием я вспомнил я когда мы начинали всю эту историю всю эту историю в таком ключе я просто шел в магазин снимал бракованный товар приносил работникам я говорю никаких штрафов ничего но вы вчера отработали зря то есть вы потратили силы интеллектуальные физические просто так вот это был очень такой действенный прием вот так вот а если они если у них что-то не получается допустим они ну там ну начинают переживать мы просто там все вместе собираемся без паники без всякой просто работа над ошибками и вперед у нас еще раз хочу сказать есть такая поговорка но с недавнего времени но я говорю своим сотрудникам что человек не должен знать все он должен знать важное то есть то с чем мы работаем и еще у нас есть лучше никак чем кое-как да да совершенно верно если не хочешь этим заниматься вот там есть как я говорю проход вперед идея поэтому до дверь на выход да что мне нравится в нашей компании да у нас во-первых нет кучки и у нас люди они настолько заинтересованы то есть благодаря команде там безусловно там саша первую очередь раз за то что он вокруг себя собрал такую команду и люди просто они бегут на работу с такими улыбками но я раньше работа на производство там ресторанах я редко такое встречал потому что вот этой недомотивация какие-то высокие требования сотрудника могли быть то есть да у нас есть требования у нас есть дисциплина мало настолько все адекватно что сотрудники приходят они радуются что они здесь находятся на месте например вот знаете вот такие ситуации да когда праздник и нужно там выйти еще дополнительно 5-10 человек надо вывести вот я знаю куча организации где люди начали там больняк братья и так далее там куча каких-то причин находить нам даже не надо уговаривать никого вот просто не сами организуются да или просто в чате написать или передать они сами организовались и голова не болит за то что завтра выйдет там дополнительно еще пять-десять человек вот и это конечно очень круто да да вот это вот система мы прям которая выстроилась но я вам уже рассказывал про нее мы прям очень рады что так получилось но мне кажется залог этой системы залог ее успеха это просто отношение к людям потому что мы и саша я мы были очень много лет 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 линейщиками просто там стояли на формовке на печке там да и просто хотелось всегда справедливого отношения все это единственное чего хотелось а мы там для сотрудников там они кофе пьют там заварной сколько хотят но здесь мы еще кофемашину не успели поставить вот на том производстве там у нас первое стоит то есть они сколько хотят кофе пьют мы их кормить стараемся хорошо менять там меню периодически то есть питание не называются да мы не берем плату за питание то